здорово братаны с вами канал дев play меня зовут евгений сегодня мы начинаем проходить новую визуальную новолу надеюсь вам она понравится но понравится или нет ну хрен узнает по крайней мере это будет какое-то разнообразие хотя бы на канале сегодня у нас мистика trick and treat с 8 концовками конечно мне кажется она будет короткая но принципе 8 концовок как-никак ну что погнали старт почему почему она квадратная звук наших шагов вместе со звуком каких-то ночных животных это единственное что мы слышим в этом месте ужасно темно из-за густой растительности невозможно увидеть небо или свет луны наши фонарики единственное что освещает наш путь таких ситуациях умоляю чтобы батарейка не садилась мы ищем не зная что мы ищем на самом деле или лучше сказать без причины мы всего лишь компания парней которым стало скучно жить пытающихся создать воспоминания об этой ночи вместо того чтобы просто остаться дома и ничего не делать сегодня 31 31 октября канун да не всех святых более известный как хэллоуин а у меня примерно это давало и выйдет под хэллоуин ну или чутка раньше трое молодых людей идут через темный пока что ничего особенного не случилось лес и я один из них мы делаем это чтобы доказать свое мужество очень жаль что здесь нет девушки чтобы видеть какие мы храбрые смотря с этой точки зрения можно сказать что это бессмысленные усилия я остановился на мгновение чтобы вас чтобы посмотреть на часы час 49 ночи что означает что мы бесцельно ходим уже более двух часов уверен что многие люди сочли бы подобное место ужасным а если привыкнуть и страх исчезает и все воспринимается обычным что заставляет нас бояться темноты так это то что мы не можем знать что скрывается в ней что подстерегает в тенях но это очевидно пустая темнота в этот момент я вздохнул чувствуя насколько устали мои ноги в чем смысл находиться здесь ясно что мы уже показали то что хотели лучше всего обернуться надо сказать им я только собрался говорить как неожиданно атмосфера в лесу стала странной внезапная холодная дрожь пробежала по моему телу она была как любая другая дрожь за исключением того что это не проходило без причина температура воздуха падала с каждой секундой так сильно что мое дыхание стало видимым превращаясь в туман это еще не все воздух теперь наполнен гнилым запахом который близок к тому чтобы стать невыносимым изображение червей и мух и вскоре возникли у меня в голове доставляя мне по-настоящему неприятные ощущения мы все тут же остановились что происходит спросил я сбитый с толку оборачиваясь чтобы посмотреть на друзей по выражению их лес было легко понять что они также растерянны как и я а потом мы услышали шаги поблизости которые не принадлежали ни одному из нас мертвая тишина настала после этого не знаю было ли это из-за страха чтобы убедить может или чтобы убедиться что это не ошибка но мы оставались бездвижными как статуи не издавая ни звука только смотря в лица друг другу интересуюсь одним и тем же что это было как будто я знаю мы снова слышали шаги которые однозначно принадлежали человеку или как минимум как минимум большому животному но было в них что-то странное звучит как будто кто-то идет волоча одну ногу одна мысль об этом заставила меня дрожать черт почему это происходит какая-то бессмыслица нам нужно было вернуться домой раньше но теперь слишком поздно сожалеть об этом такое ощущение что за нами кто-то следил странные шаги остановились но я по-прежнему ощущаю присутствие поблизости я не знаю где она но я знаю что она смотрит на меня это проклятое нечто смотрит на меня мое сердце бьется тревожно как будто если бы мое тело говорило мне выбираться отсюда странно на мои друзья кажется не могли воспринимать это кажется исчезла должно быть просто животное сказал один из них убеждая что мы в безопасности хотелось бы мне тоже в это верить мы вздохнули с облегчением однако неприятности скоро настигли нас снова неожиданно лес стал темнее чем раньше буквально в мгно мгновение ока но это была вина не леса а наших фонариков которые потухли один из трех только один мой продолжал работать что происходит батарейки сели спросил один из них испуганно в то время как они оба отчаянно колотили по ним как будто это могло оживить их не могу винить их мысль о хождении в темноте было неприятно каждому но спустя пару минут у нас не осталось выбора кроме как смириться с этим снова слышен звук наших шагов но тишина теперь другая мы ведем себя тихо не потому что нам нечего сказать а потому что мы боимся мы продолжаем идти невзирая на охвативший нас страх видимость близка к нулю но у нас нет выбора теоретически мы шли назад в поисках выхода но я не мог вспомнить ничего в этом лесу не-не-не-не-не-не я нечаянно назад мы можем ходить кругами но я никогда этого не замечу до тех пор пока не станет слишком поздно ненавижу об этом думать я всего лишь хочу выбраться отсюда внезапно мои мысли утихли слышно шаги кого-то или чего-то снова мы втроем превратились в статуи ожидающим ожидающие появление чего-то присутствия я сдерживаю дыхание чувствуя как тревожно бьется сердце черт проваливая отсюда и оставь нас в покое неожиданно шаги послушались ближе на этот раз они не исчезают а скорее приближаются к нам не могу больше в отчаянии я светил фонариком куда попала еще хозяина этих шагов надеюсь что в ответ вы выявит его обличие что свет выявит его обличие и развеет наши страхи ничего 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 это все что есть вокруг всего лишь пустой воздух моя тревога растет с каждой неудачной попыткой я отказываюсь верить что это было привидение неожиданно когда я снова передвинул фонарик я увидел силуэт я не мог разобрать что это было нам на мгновение света чертил что-то я быстро направил свет туда же только чтобы выяснить туда же только чтобы выяснить что это исчезло я сдерживаю дыхание в тревоге это не было обманом зрения я уверен что видел что-то потом я услышал что-то поблизости без малейших раздумий я направил свет туда то что я нашел заставило нас застыть с выражением недоверия на лицах это белая кошка с ярко-красными глазами которая находится перед нами и выглядит она не слишком дружелюбно чтобы что-то говорить каким-то образом я чувствую что это не кот а именно кошка внезапно она испускает громогласное мяуканье что приводит нас в ужас это прозвучало больше похоже на львиное рычание да ёб твою ж мать чем на простую кошку эхо от ее мяуканье слышно сквозь лес из-за этого она звучит более зловеще чем должно быть а там неожиданно неведомая сила поразила нас троих я падаю на землю и понемногу мои веки закрываются усталость становится невыносимой я теряю сознание на земле в лесу не знаю что будет происходить со мной интермедиа перед наступлением ночи это день как и любой другой такой обычный обычный что от этого почти больно единственная особенность которую можно сказать о нем это 31 октября вдалеке остались воспоминания о том как я был ребенком и ходил с друзьями просить сладости из дома в дом даже воспоминание об этом заставляет меня вздыхать я чувствую горечь утрата некоторые вещи были лучше когда я был ребенком или как минимум казались такими у некоторых были хорошие костюмы или супергероев или монстров нам с друзьями тем не менее приходилось пользоваться воображением творчество было нашим костюмом скажите вы не важно насколько смешно это звучит я помню как мама однажды накрасила мне лицо красным и сказала ты будешь дьяволом но похоже только она так считала когда мы ходили по домам когда мы ходили по домам все говорили что я томат фруктом рад но не это было неважно потому что мы всегда хорошо проводили время да у него макбук сука мажористая если бы я поп если бы я просил конфеты сейчас даже в самом лучшем костюме уверены никто бы мне ничего не дал кроме разве что выговора за детское поведение в мои 17 лет но как бы там ни было я не могу оставаться в прошлом я должен жить в настоящем неважно насколько без интересным она может быть возвращаясь в реальность моя компания друзей у которых нет никаких планов на сегодня мы до сих пор недостаточно взрослые чтобы идти в клуб и я сомневаюсь что парни вроде нас имеют хоть малейший шанс в таких местах еще одним вариантом было бы пойти на вечеринку познакомиться с девчонками и повеселиться все замечательно за исключением того что никто не пригласил нас быть незаметным имеет свои недостатки слушай аксель давай пару игр что скажешь мой друг стивен привлек мое внимание во время игры на консоли рашт я думаю что так игра называлась быстрый и слишком навороченный файтинг для меня я обычно я обычно согласился бы сыграть с ним но по какой-то причине я не в настроении сегодня у меня нет желания сейчас играть ответил я уныло мне почти стало нехорошо что я так поступаю скучно компьютер мне не соперник сказал стивен с уверенностью что ты играешь на средней сложности как-то не вяжется с твоим аргументом нет не думаю что проиграю можешь посоревноваться с альфредом если хочешь сказал я переводя внимание на еще одного моего друга я не знаю как в это играть ответил альфред альфред секунду подумал он сидит за компьютером но похоже что ничем интересным он не занят на окне много текста я думаю он в википедии слушая у тебя нет никаких каких-нибудь более интересных занятий уныло спросил я даже не задумываясь о чем он читал альфред смотрит на меня с удивлением насущная проблема общества состоит в том что люди не заинтересованы в исследовании своей истории он один из тех псевдо интеллектуалов всегда разыскивающих любые редкие сведения чтобы выглядеть умнее остальных сразу псевдо когда мы забываем наши прошлые ошибки мы обречены повторять их добавил он затем о чем ты говоришь это маленькая деревня и история совершенно не интересно ничего необычного никогда в ней не случалось альфред издевательски засмеялся услышав это твое невежество достойно награды он остановился гордо приостанив приосанившись сам факт того что это маленький городок это причина того что он полон загадок ты знаешь что двадцать лет назад в этот же день исчез человек а что что то такого спросил я без впечатления или хотя бы интереса такие вещи случаются иногда и везде как я и думал ты не знаешь историю несмотря на то что живешь в этом самом месте сказал альфред поправляя очки высокомерным жестом есть предание об этом исчезновении вот что я вычитал выслушав его я обернулся на экран компьютера с любопытством тут я заметил что это не википедия а какая-то другая страница давайте прочтите это и узнайте хоть немного сказал альфред приглашая нас прочесть то что было на экране я и стивен придвинулись чтобы прочесть это город абингдан граф графства оксфордшир 1994 год я приехал в этот город с населением всего четыре тысячи жителей чтобы поддержать их в расследовании если честно то никогда в нашей в своей жизни я не видел ничего настолько странного не буду говорить эту вашу типичную детективную ерунду что я видел тысячи странных вещей за свою жизнь и я видел много преступлений да да несколько трудно раскрываемых но все они были человеческие даже если вы не знаете как им удалось совершить преступление вы знаете что они такие же люди как и все остальные в этом же случае не думаю что я могу сказать то же самое по правде говоря я не понимаю что произошло меня вызвали из-за исчезновения человека по имени мэтью грахом 23 года не женат последний раз его видели возвращ возвращающимся домой с вечеринки в честь хэллоуина он пил спиртное но был трезв или как минимум так говорили свидетеля в любом случае это не то что можно объяснить простым опьянением он предположить и разбился с пути по дороге домой и решил войти в лес под названием дубовое чаще за день до этого шел дождь и земля была сырая и грязная земля когда это бывает чистая мы легко смогли найти его следы которые вели в самую чащу леса предположительно он шел три часа перед тем как остановиться я говорю остановиться но правда заключается в том что мы не знаем что произошло потом следы внезапно обрывались на просеки в лесу и это все не было следов борьбы ни других следов или частиц ткани на земле не было крови других отпечатков или чего-нибудь еще глубина его последних следов и их расположение указывали на то что он по-прежнему шел не в одной точке не останавливался это было словно он растворился в воздухе сам всей своей одеждой прямо в середине своего пути конечно и не могу я не могу верить в такие вещи но не могу дать иного объяснения единственное что я помню что около его около его следов я чувствовал слабый запах гнили однако не было трупов животных поблизости глупо полагать что он внезапно начал распадаться и превратился в землю в итоге дело было закрыто в течение всего лишь трех дней без каких бы то ни было улик мы не могли сказать ничего кроме того что он решил убежать из деревни однако несмотря на то что официально больше нечего было делать я не мог спать спокойно размышления о том что могло с ним произойти отгоняли мой сон в уме я продумывал все виды теорий такие как что может быть все это был план разработанный мэтью но в итоге все они оказывались невозможными я решил расследовать тщательнее по этому случаю я выискивал в городе похожие истории и к своему изумлению обнаружил еще четыре все молодые люди история была всегда одинаковая они заходили в лес в одиночку исчезая без следа и еще более любопытным было то что все они исчезли в один и тот же день 31 октября но есть еще кое-что деталь которая полностью уничтожает возможность что какой-то убийца или пакет похититель стоит за этим а шо ж там за такая интересная деталь мы узнаем уже в следующий раз а на этом на сегодня все всем спасибо за просмотр и всем пока